Давным-давно, в самые мрачные времена, в эпоху, отмеченные хаосом и предательством между богами, воины боролись за царство, попадая под удар кровожадной судьбы. Этот век был настолько ужасен, что древние боги боялись самого существования. Стремясь уравновесить баланс между царствами, они основали священный турнир как последний призыв к порядку. Затем судьбы целых миров решались битвами. Этот боевой турнир был назван Mortal Kombat. С самого начала мы восхищались убийством слабых и были свидетелями того, как сильнейшие воины мстят, обретают власть и даже вечную жизнь. На протяжении многих поколений происходили кровавые события, приближая нас к тому, чтобы претендовать на самое желанное сокровище из всех – земное царство. Как предначертано старшими богами, после десяти последовательных поражений царство становится слишком слабым, чтобы развиваться или защищаться. До сих пор мы, царство внешнего мира, девять раз одерживали победу над земным царством. Десятый турнир приближается. И именно поэтому я вызвал вас сюда сегодня, друзья. Мои воины, моя семья. В этом помещении я стою перед величайшими воителями, которых я когда-либо встречал. Бойцами с исключительными навыками и способностями, солдатами древних времен, убийцами и чемпионами. Вы все служили мне достойно и честно, и вместе мы свергнем старших богов, сокрушим их жалкое существование и создадим новый вечный мир вместо них. Однако, учитывая, что мы настолько близки к достижению нашей цели, я не хочу пока игнорировать их глупые законы, из-за которых я не могу отправить всех вас на турнир. Выбор должен быть сделан. Предоставь мне эту честь, отец. Выбери меня в качестве своего чемпиона. Земное царство падет к твоим ногам. Моя единственная цель – пронзить их воинов и украсить наш новый дом головами на пиках. Это было бы восхитительно. Мелина, но твое обучение еще не закончено, и я бы не стал рисковать твоей жизнью сейчас. Более того, я уже поручил тебе особую миссию. Теперь я хочу услышать другую точку зрения от той, кто несет смерть легионам наших врагов. Принцесса Китана? Ты была довольно молчалива в последнее время. Пора и тебе сказать слово. Не стоит спрашивать, ведь ты и так знаешь мое мнение по данному вопросу. Желание обеспечить победу порождает необоснованные сомнения, особенно если мы рассмотрим старую стоявшуюся стратегию. Тяга к лаврам вдохновляет многих добровольцев, но в конечном итоге приводит к замешательству. Когда слава у нашего порога, кто удостоится чести вкусить ее? Вот о чем действительно нужно спросить. То, что я видела за почти 10 тысячелетий, заставило меня поверить, что победа принадлежит сильным, независимо от их мотивов и желаний. Шан Цунг, например, был наказан за злоупотребление темной магии 500 лет назад, но ему все же удалось развернуть исход турнира в нашу пользу. Он тогда искупил свои преступления? Было ли благородным его дело волею судьбы? И говоря о единственной цели, я стала свидетелем того, как принц Горо победил самого могущественного воина Земли. Великий Кунг Лао был легендой, сражающейся за великое дело, но все же Горо сломал его шею, как веточку. За всю свою долгую жизнь я не встречала никого, кто мог бы превзойти силу Шан Цунга или принца Горо. Идея заменить их так же глупа, как и оскорбительна. Мы должны завершить это пустое заседание прямо сейчас и начать готовиться к вторжению. Вот что я думаю, отец. Принцесса права. Наша общая цель – выиграть турнир. Для полной победы над земным царством мы должны следовать нашей надежной стратегии. Мы не можем позволить себе быть обманутыми тщеславием и личными желаниями. О, как мило с твоей стороны заявить об очевидном, Коттл. Но позволь тебе напомнить, что наша воля – нести знамя внешнего мира на турнире – не из-за тщеславия. Это из преданности и огромной благодарности нашему императору. В своей бесконечной мудрости он знает, что каждый из нас готов умереть за него, если это будет необходимо. О, славный император! Ты... Совет окончен! Китана! Ты остаешься! Ты очень нетерпелива в последнее время, дочь моя. Твои слова были довольно резкими. Ты знаешь, я всегда ставил под сомнение лояльность моих воинов, чтобы держать их в строю. И в этом твоя ошибка. Если ты сомневаешься в лояльности, ты готовишься к предательству. Возможно, ты даже его призываешь. Я думаю, что мы с тобой довольно разные в этом смысле. Я вспоминаю тот день, когда ты привел Мелину сюда, утверждая, что ты наконец нашел свою давно пропавшую дочь. Все это время мне было интересно. Как это возможно? Пропавшая сестра прямо у нас под носом. Ты сказал, что думал, что она мертва и был так же шокирован, как и все, когда узнал правду. И теперь, после всех этих лет, она ничуть не изменилась. Все еще раздражительно и эгоистично. Числавно и безрассудно. Ослеплена тем же смутным честолюбием, который преследует каждого члена этого совета. Как видишь, отец, я не подвергаю лояльность сомнению, но с течением времени вся эта история становится менее ясной. Я же говорил тебе, что не знал, что она была жива, пока не обнаружил, что она была выращена таркатанами. Это было так же ошеломляюще для меня, как и для тебя. Я узнал ее по глазам. Вы обе похожи на свою мать. Да, за исключением того, что она унаследовала импульсивность от наших таркатанских предков, тогда как я унаследовала острый ум, чтобы уничтожить наших врагов, что я и делаю с незапамятных времен. Без сомнения, ты была моим самым лучшим ассасином и самым доверенным советником. И это то, что мне нужно от тебя сейчас – стать самым острым кинжалом против моих врагов. Обсуждать родословную нашей семьи не столь важно. Мы должны отказаться от таких мыслей сейчас и сконцентрироваться на более насущной проблеме. Кое-что, что я не мог сказать перед другими членами совета. Это особая задача, которую я тебе поручу. И ты не должна подвести. Когда великий Кунг Лао был побежден принцем Горо много поколений назад, теневые жрецы древнего монастыря предсказали приход могущественного воина, обладателя уникальных боевых навыков, появившегося в последний момент, когда казалось, что все надежды напрасны. И этот воин может оказаться избранным старшими богами и тем самым предотвратить слияние царств. Возможно, он достаточно силен, чтобы победить даже самого Шан Цунга. Вот что он сказал мне в тот день, Джейд. Миссия – это наблюдать за воителями и убивать наиболее вероятного кандидата, если это необходимо. И доказать, что это пророчество – ничто иное, как иллюзия для дураков. И все же ваш отец верит, что это может быть правдой. Он доверил это только вам. Поэтому никто не узнает о его сомнениях. Я бы сказала, что вы поступаете неразумно, когда прислушиваетесь к подобным заблуждениям. Так вы верите, что этот молящийся человек и есть кандидат, который помешает нашему господству над земным царством? Он не молится, он направляет свою энергию. Тень силы, которую он пока не хочет раскрывать. И нет, я не верю, что это пророчество правда, Джейд. Но судя по тому, что я видел, этот смертный безусловно выделяется. Его зовут Люкан, и он является шаолинским воином из общества Белого Лотоса. Хорошо, но почему бы не убить его украдкой? Почему это должен быть честный бой? Лорд Рейден, бог Грома и защитник земного царства, не покинет его сторону. Подозрительный факт. Единственный способ приблизиться к шаолинь – это организовать бой с одобрением Рейдена. Казалось бы, невероятная сделка, пока что-то совершенно неожиданное не дало нам преимущества. Актер земного царства Джонни Кейдж оказался достаточно безумен, чтобы бросить вызов принцу Горо. Сначала Шан Цунг хотел отклонить эту глупую просьбу, но я попросил его пересмотреть свое решение. Выходит, взамен мы можем бросить вызов одному из них. Хитрый ход. Это означает, что сегодня могут погибнуть сразу два представителя земного царства. И этот слух о пророчестве будет развеян. И ничто не помешает нам покорить земное царство. О, боги! Конечно же! Я забыла, как отчаянно я хочу захватить земное царство. Твое издевательство неуместно. Ты должна понимать, что здесь слишком много поставлено на карту. Для них вы имеете в виду. Если земное царство снова проиграет этот турнир, они потеряют все. Я всегда поддерживала вашего отца в его стремлении увидеть восхождение внешнего мира. Но я никогда не одобряла кровопролитие невинных. И если мы победим, резня в земном царстве неизбежна. Возможно, я стала мягче, потому что я скучаю по былым воинам. Временам, когда мы охотились на настоящих врагов, а не на земных овец. Хорошее завершение, Джейд. А теперь пойдем. Шан Цунг ждет. А Шан Цунг слишком долго ждал, чтобы вкусить славу. Лю Канг! Встань! С самого начала этого турнира ты смело сражался с яростными воинами и добился замечательных побед. Но прежде чем встретиться в битве со мной, я потребую от тебя одно последнее задание. Я разговаривал с лордом Рейденом, и он был готов позволить мне устроить для тебя новый вызов. Разумеется, взамен удовлетворения просьбы твоего коллеги Джонни Кейджа. Поэтому мы находимся здесь. Теперь позволь мне представить самого опасного противника, с которым ты когда-либо сталкивался, Лю Канг. Грозный и бессмертный воин из далекого царства. Величайший ассасин внешнего мира. Дочь императора Шао Кана и наследница его империи. Принцесса Китана! Теперь займите боевые позиции. Китаны Кейджа. Китаны Кейджа. Китаны Кейджа. Признаюсь, я разочарованно, землянин. Знаешь ли ты, что это серьезное нарушение, когда твой разум не участвует в битве? Ай-яй-яй. Слишком легко. Я пришла сюда не для того, чтобы тратить свое время на ученика. Скажи мне, почему ты сражаешься? Какое безумие побудило тебя прийти сюда и бросить вызов сильнейшим? Почему тебя волнует то, что я думаю, ассасин? Зачем тебе беспокоиться о том, что у меня в голове, если ты собираешься отсечь ее и передать своему отцу? Приятно знать, что ты можешь предсказать свое будущее, Шаолинь. Так вот, что жизнь означает для бессмертного? Убивать ради спортивного интереса? Интересно, ты просто оружие или воин, способный на суждение? А может ни то, ни другое? И передо мной стоит просто еще один демон? Я думал, что ты достойный противник, но даже для бессмертного это пустая трата времени. Тогда покажи мне свои лучшие приемы, и я сделаю то же самое. Твои лучшие приемы окажутся ничем. Ты действительно древний воин. Ни один смертный человек не обладает таким умением. У тебя есть тонкость и невероятная точность в действиях, но я чувствую, что в твоей голове идет война, в результате которой гнев выводит тебя из равновесия. Войны были моими садами слишком долго, Шаолинь. Мне не нужен гнев, чтобы убить тебя. Скорее, это достойный конец для воина, чей разум лишен цели. Возможно, я должна дать тебе причину сражаться после того, как я убью всех твоих друзей и разрушу твое царство. Я бы никогда не позволил тебе... Хватит тратить мое время. Раскрой свою истинную силу. Или умри. Я берег это для Шан Цунга, но ты не оставила мне выбора.